всем привет дорогие друзья начинаем свой очередной обзор с крымского моста и начинаем мы его с цементной слободки с восьмого участка как вы видели сегодняшнем ролике в утреннем что вчера вечером проследовали в сторону шгс 4 пакета рельса шпальной решетки ну я вот думал когда будут укладывать ночью ну мало вероятно что ночью и днем с утра когда началась смена 8 утра начали производить эту работу ну а пока мы летим туда посмотрите здесь вот много людей на восьмой участок керченское направление вот его и укладывают а здесь тем временем подъехал электробалостер вот можно сказать здесь на этом участке вчера закончили работу и вот он продолжает свое движение дальше следом за ним идут вагоны hopper дозаторные уже правда пустые они отсыпали какой тандем одни подымают вытаскивают рельсы из щебня другие тут же его опять засыпают но он доводит до отметки ну и вот этот процесс мы уже с вами видели подробненько давайте полетим дальше к укладчику рельсы шпальной решетки ну посчитаем 4 пакета это 500 метров у нас оставалось 900 261 опора 8 пролетов до арок если умножить 8 на 64 едва ну где-то так и получается 500 метров там плюс минус ну вот почти до арок и дойдет решетка ну и вот проезжать вместе с hopper и вот посмотрите какой результат остается после балластера ну наверно уже больше и не будут засыпать а то все засыпает засыпает уже скоро из корыта вываливаться будет но шутка конечно ну и вот мы встали на курс пролетели этот состав и полетим дальше посмотрим что здесь у нас но обращаем внимание на керченское направление здесь вот видите на деформационных швах шпалы раздвинутые ну уже не раз я говорил вам почему это сделано а вот где щебеночка уже не видно где деформационные швов а где шпалы раздвинутые все уже на месте щебеночкой подсыпано и вот даже скорость уже побольше стало можно уже сказать гоняют прям поезда по таманскому направлению ну да вот если это уложит еще 500 метров и порядка где-то 820 850 метров останется уложить на мосту до 228 опоры ну вот так по моим подсчетам где-то до метра 850 может быть там чуть больше чуть меньше ну это уже не принципиально и разбирают технологический мост здесь вот он пока целый от арок уже 4 пролета разобрали ну а следом водолазы демонтируют трубы вот видите с правой стороны такие островки многие до сих пор спрашивают зачем это площадки площадки для геодезистов здесь они ну как бы реперные точки устанавливают свой прибор и теперь во время строительства контролировали опоры пролеты чтобы все по отметкам было построено а теперь после строительства будут контролировать те же самые опоры и пролеты на предмет движения просадок чтобы сразу если такое будет я думаю что нет конечно там на миллиметр на десятые миллиметры они сразу это зафиксируют так что вот для этого их и оставили пока ну и вот мы видим с вами морской бывший морской стапель от башенного крана уже ничего не осталось вот одна лестница здесь стоит пока ну и то пока вот рабочий технологический мост скоро уже подойдет сюда потому что довольно таки интенсивно его разбирают и придется все это дело тогда демонтировать площадочка вот здесь есть многие спрашивали как длинномер туда заходит ну вот до площадки доходит на таких вот площадках разворачивается в данный момент перед разбором это последняя площадка и задом конечно сдает чтобы вот отрезают здесь пролеты и грузят на длинномер ну вот и посмотрите сколько здесь раз два три четыре пять ну и здесь пролет конечно поменьше на рабочем мосту еще даже ригель вот на ней стоит не срезали ну вот на последних предпоследние вот видите уже посрезали только трубы остались и вот уже можно оценить как будет выглядеть мост без мосты без технологического моста впереди там стоит ботик водолазов плод их ней ну а мы собственно говоря подлетели я уже и забыл зачем мы здесь заболтался и вот только сам увидел пути укладчик стоит посмотрите 53 54 55 53 54 55 56 57 вот пока в интервале мы на данный момент застали в интервале 56 57 уже рельсы зашли но хочу вам сказать из четырех пакетов еще один целый пакет и вот на пути укладчики сколько там лежит надо посчитать я говорю приблизительно где-то до 253 опоры на рельсов хватит немножко не зайдут на арку но это и не беда там следующим разом уже все будет чики-чики ну вот считайте второй пакет 4 звена по моему там да только вот из этого пакета вот первое звено уложили вечеру посмотрим сколько уложат сделаем такой отчетик ну и вот давайте здесь покрутимся посмотрим повнимательней нас все меньше и меньше остается поводов радоваться но я имею ввиду радоваться все меньше и меньше работы на мосту остается ну и уже все меньше и меньше сюжетов даже уже и не знаю что показывать просмотры потихонечку начали падать это верный признак того что потихоньку начинает теряться интерес к мосту вроде уже его построили и тут уже особо то как говорится и показывать нечего ну а если падают просмотры то это очень плохо для меня ну и вот посмотрите сейчас еще раз посмотрим насколько вот на следующий пролет зашло звено и и вот как раз на деформационном шву там люди занимаются там шпалы освобождают от рельс так ослабевает и раздвигают их по сторонам чтобы на деформационном шве сейчас шпалы не лежали чтобы не было нагрузки когда все это отсыпется приподнимется и тогда все шпалы вернут на место ну и вот посмотрите как я говорил уже весь состав здесь пустой и остался один пакет ну вот место где уже закончили пока технологический мост разбирать и вот посмотрите теперь с этого ракурса какая здесь вот красота 253 опора деформационный шов здесь готов видите все уже там занимается вчера когда снимал вот в утреннем видео на 252 там не какие-то небольшие работы шли ну в общем и целом там все готовы но и вот здесь хорошо видно rm 2 тоже разбирают два пролета уже демонтировали здесь и тоже здесь вот от опоры до острого тузла порядка двух километров нужно будет разобрать моста ну а так все здесь хорошо работы продолжаются ждем когда путеукладчик зайдет в арке этой партии не зайдет а вот когда будет следующая подвезена партия рельса шпальной решетки с тамани загадка но будем ждать ну и вот немножко мы сейчас задом отлетим чтобы была понятна вся картина и было понятно приблизительно хотя бы где сейчас на данный момент находится путиукладчик и сколько ему еще уложить и где приблизительно вот остановится рельса шпальная решетка вот на карте можно будет это отметить на яндекс карте вот александр михеев нам это наверно если попросим сделает насколько до арок не хватило или может быть насколько зашли звенья в арку точно если посчитать ну вот видимо что мост уходит там вдаль в сторону тамани остров тузла хорошо видно и дальше змейкой змейка уходит вдаль еще раз скажу ну и вот посмотрите путиукладчик состав и сколько осталось до арок вот даже хорошо видно здесь белые пролеты это где рельсы еще не уложены вот справа если посмотреть уже серая это щебенка а вот с левой стороны керченское направление пока белое и вот там вдалеке уже тоже серенькая где начинаются рельсы на этом все дорогие друзья не забывайте подписываться на канал ставить лайки и всего вам хорошего и до новых встреч